И перед тем, как мы начнём, у нас небольшая рекламная пауза. Perfect World это популярнейшая бесплатная MMORPG. Тебя ждут огромные педажины мил, которые чищают в тебя. Каковы на ПВП, увлекательные ПВЛ и мощную шаренную систему. Создай свои персонажи и начинай играть. Шивку я оставил в описании. Всем привет, с вами был Илья Бэкфандер и сегодня у нас в студии. Эли Хасов и Мадамброшки. А что же нам перепюшку шапел лишь? Понятно. Ты опять не спишь? Доброй ночи, Челси. Как ты догадалась? Слишком очевидно. По какому поводу? На часах три часа ночи, ты опять не спишь. Я откровенно не сплюсь. Ты такая обдушка? Я серьёзно, это уже четвёртую ночь подряд. А всё началось с того, как твой слава. Какой этап пришёл в Челси и Роджи? Не смей так говорить о Роджи! Ты его долгом даже не знаешь. Ну, мы уже считаем, что он твой слава. Ничего я не считаю. Ведь это правда. Он моя единственная любовь. Ты даже нормально не разговариваешь. Чего ты вообще делаешь, что ты ему нравишься? Ты видела, как он посмотрел тогда на меня? Я думала, что я на месте расстаял. Господи, да. Он просто спросил, где расписались. Но он спросил не у кого попало, а именно у меня. Он новенький. Он мог спросить, у кого он был, кто просто попал. А я знаю, что это судьба. Ну, хотя бы твоё мнение. Я не спрашивала, но уверена, что знает. Но я не хочу больше ничего слышать. Либо ты мне напугала, что он слышал на меня. Либо я всё расскажу. Зачем ты так со мной? Я впервые полюбила кого-то. И ты даже не представляешь, каково это. У меня словно выросли крылья. Я словно парю над небесами. Я не могу жить без него. Мне даже дышать без него трудно. Ты мне никогда не любишь. А что же это по-твоему? Как ещё ты можешь это назвать? Это одержимость. Не говори глупостей. Какая ещё одержимость? Ты мне спишешь четвёртую ночь подряд. Рисуй в личном домике розовый сердечек. Я же секунду повторяю его имя. Поворачивая подрядные полные кисти. И всё равно, когда ему не передашь. И ты ещё спрашиваешь меня об одержимых? Неправда. Завтра же я все их отдам. Только надо ещё одно написать, чтобы больше точно. Доминика, ты крышет этот узор. А ты прекращай помыкать мной. Ты мне не нянечка, чтобы следить за каждым моим движением. Я сама выбираю, с кем целоваться и с кем иметь отношения. Каких чёрт не поцелили. Он даже твоего имя не знает. Ну и пусть. Имя – это не главное. Да он даже и не знает, ничего из моих чувств от него. Самое главное, что я сама разобралась в своих чувствах. То есть его меня там вообще не присутствует? Меня не спрашивают. Какие убийства и сестра. А ты компенсируешь. Я тебя люблю. А как ты относишься ко мне? Уверен, что ты ответственно ставишь меня. Я не могу просто так подойти к нему. Можно подготовиться. Всё продумать. Ладно, Доминика. Раз уж ты не хочешь меня выслушать, значит, я буду молчать как рыба. Раз уж ты так сильно его любишь, то, пожалуйста, я умываю руки. Всё равно ты не воспримешь мои слова всерьёз. О, спасибо, Челси. Я люблю тебя. А теперь мне надо закончить вырезать сердечки для открытки, которую я ему завтра подарю. Буду надеяться, что ты действительно идёшь. А что я и говорила тебе? Абсолютно плевать на то, что я пытаюсь тебя бросить. Чем ты вообще появился в её жизни, Роджер? Доминика, ответь мне. Ты где пропадаешь? Ты всё утром не отвечала на мои звонки и даже не явилась в школу. Сейчас перемена. Уже прошёл первый урок, а тебя всё нет. Доминика, где ты? Пожалуйста, ответь. Да, приветик, Челси. Прости, не слышала уведомлений? Сильный дождь идёт. Ничего не слышно. Дождь? Ты что, на улице? Ты где? Я стою около дома Роджер. Что? Для чего? Чтобы проводить его до школы, конечно. Всегда приятно, когда кто-то о тебе беспокоится, верно? Доминик, уже прошёл первый урок. А ты всё ещё слышишь и ждёшь того, кому для тебя даже дела нет. А что в этом такого? То есть, если бы я не ожидала, ты бы так простояла в свой день у его дома, как в среду на автомобиле? Конечно. Ты что, издеваешься? Мы 10 лет дружим. А может, ты специально мне врёшь, чтобы заставить идти в школу? Как ты могла его видеть? Мы же в разных классах. Когда я тебя искала, я как всякий нормальный человек сначала заглянула в твой класс. А тебя я там не нашла, а вот Роджер был на месте. Докажи. Что это, Доминика? Вот. Довольно? Где ты сделала этот чудесный кадр? Он настолько увёлся в чтение, что совершенно мне не заметил. Надо будет сохранить фото. Доминика жила в школу. Да-да-да, уже бегу. Ты скорее бы с ним видишься. Сделать не с Вайном. Признавайся. Брось. Я умею убеждать. А почему ты мне пишешь на уроке? Если я не ошибаюсь, то сейчас у мистера Жоржа. Ты знаешь, как он следит до использования гаджетов во время урока? Вот когда ты не похож на Мирдюйн Бурдж, мне сладко на 5-летний очаг. Он вышел, куда-то поделал. Мне скучно просто так сидел. Но у меня-то идёт урок. И то раньше в 5-м. И то, верно. Какая у вас тема? Что-нибудь сучно ему нужно? На самом деле, я потеряла субъекции. А тетрадь у меня вообще не открыта. Почему? Ты не представляешь. Он сидит прямо передо мной. Роджер, перед тобой? Ну всё, ты точно. Я вижу его широкую крепкую спину. Господи, как же я хочу дотронуться до его спины. Совсем свихнула. Не смей, Доминика. Прости, я не могу. Он словно магнит. Я не могу противиться. Магнит. Иди в себя. Ему это точно не понравится. Всё. Я потрогала. О боже. Какая у него была реакция. Повернулся ко мне, удивлённо посмотрел и отвернулся. Он смотрел прямо в мои глаза. Конечно. Видно ты сумасшедшая, сумасшедшая и появляется в первую очередь в пляде. Челси, если тебе так не хочется это слушать, то вообще не разговаривай со мной. Что? Что я такого сказала? Я не делала в виду ничего плохого. Тогда заткнись и не мешай мне. Как я могу тебе мешать? Я сама сказала, что уже давно не сидишь за летчиками. Ты мешаешь мне любоваться им? Так, Доминика. После уроков у нас придёт серьёзная работа. И не смей от него уйти. Не мешай. Так подводить с этим роджером. Доминика, ты здесь есть? Ты смотришь, что пришла у меня после уроков? Даже ясно сказала, что ты хочешь поговорить об этом. Всегда, когда я заходила в классных переменах, ребятам не было. Я подумала, что ты просто куда-нибудь уходила. Но я не нашла к нему после уроков. Всё нормально? Я не обязана перед тобой отчитываться. Что? Ну, Доминика, ты с чем с ума пошла? Я же просто хочу помочь тебе. Мне не нужна такая помощь. Я вполне могу справиться сама. Я сама смогу найти способ очаровать его. Чёрт возьми, да я вообще не об этом. Тебе нужна помощь на психологическом уроке. Продержимая помощь. Даже с ума перестала общаться от нормального человека. Всё было хорошо. Он как-то классно перевёл его к Роджи. Это вообще не об этом. Что ты такое говоришь? Ты насылаешь на него проклятие ведьма. Ах, это я ведьма? Почему ты так ненавидишь Роджи? Да потому, что он делает тебя только хуже. Разве любовь может навредить? Любовь – это чистота, это воздушные чувства, это свет. Ты же сама мне так говорила, верно? Да, верно. Так почему? Да потому, что это не любовь. Почему ты просто не можешь послушать? Потому, что я не хочу повторения твоей судьбы. После того, как Аллан тебя бросил, его новая подружка распространила в большинстве слуха о том, что ты… Девушка лёгкого поведения. Ага, спасибо, что ты помнила. Но всё это в прошлом, я давно не вспоминаю об этом. Но я-то помню… Погоди, ты что, беспокоишься о своей репутации? Вспомни, почему тебя бросил Алла? Потому, что, по его словам, ты уделяла ему мало внимания. Именно поэтому ты бегаешь за Роджером? Потому, что боишься, что в итоге он тоже польёт тебя грязью? Нет! Я просто люблю его! Тогда к чему? Висел Торскому. К тому, что я не хочу быть такой же несчастной, как и ты. Я хочу любить и быть любимой. Что стало с моей Доминикой? Настоящая Доминика никогда бы не в голову сказала. Значит, ты просто плохо меня знаешь. И да, к твоему сведению я сбежала с уроков. Я поняла, что та открытка, которую я для него сделала, его недостойна. Нужно что-то более масштабное. Ты ходила из школы ради этого? Это мой выбор. А теперь, пожалуйста, не отвлекай меня. Я должна сделать для Роджа то, чего он достоит. Челси? Челси, ответь! Челси, чтоб тебя это важно! Почему, когда не надо, ты вечно мне пишешь? А когда надо, так не дозваться. Прекрасно знаешь, что у меня урод. Плевать! Это важно! Надо же! Ты стоп-сопом! Не до колкости сейчас! Ладно, прости, что вчера тебе нагрубила. Прошу, помоги мне, я не знаю, что мне делать. Хорошо, ладно. Нам сегодня в класс пришла новенькая. Вот такая, на третьей неделе нового учебного года. Похоже, она немного запоздала. Наша классная сказала, что она заболела в начале сентября. Но не в этом дело. Роджа все еще сидит передо мной. И она села к нему. Хотя в кабинете было полно свободных мест. Минифть, успокойся. Может, они просто уже знакомы. Минифть оба новенькие. Я видела, как они знакомились. Он первый протянул ей руку и представился. Не кажется. Это так важно? Просто красиво. Бекки Торридж. И черт возьми, она безумно красивая. У нее длиннющие черные волосы. Она очень стройная. А грудь это отдельный разговор. А еще эти голубые глаза. Она подкатывает к Роджеру. Чего ты взяла? Они весь урок тихо о чем-то переговариваются. А всякий раз, когда она что-то нашепчет ему на ушко, так он сразу же тихо смеется. Она не знает, с кем связалась. Доминика, успокойся бога ради. Как я могу успокоиться, когда какая-то стерва клеится к моей единственной любви? Да никто никому не клеится. Они просто общаются. Ты думаешь, я не отличу общение от Хлента? И это не ты прямо сейчас сидишь прямо за их спинами. Откуда тебе вообще знать, что они делают? Погоди. Кажется. Вы в сговоре, да? Что? В каком еще сговоре? Это твоя подружка, которую ты подкупила, чтобы так не отдавался Роджера. И это должно было сработать так, чтобы я подумала, что у меня не получится очаровать Роджера. Чтобы я подумала, будто его сердце уже занято. И тогда я бы перестала думать о нем. Ты вообще слышишь, что ты говоришь? Зачем мне это надо? Я еще не знаю. Но рано или поздно я узнаю. Ты совсем смехнулась. Я с предательницей не общаюсь. Ты не хочешь моего счастья? Почему ты так меня ненавидишь? Хотя, кого я обманываю? Ты уже три недели не даешь мне покоя. Надо было сразу догадаться. Что ты несешь? Кто я несу? Я пока не знаю, зачем тебе понадобилось выжить мою жизнь, но обязательно узнаю. И твоя Бекки никак не помешает мне добиться счастья. Я даже на лица ни разу не могу. И да, я не говорила, что терпеть не буду жить. Рэй, помни. Найя, вчера была болью с твоим локом, потому что у меня тут только подъехали. Просто я хочу, чтобы с меня под руку все было в порядке. Наверное, правда не так получилось. Но я не хочу. А может, мне и правда, что это истать не счастлива? Ну что ты, Челси? Ну что ты, Челси? Никакой обиды? Да ладно. Я тоже вчера разошла с ней на шутку. Мне следовало только не лежать с ней. Так зачем ты писала? У меня урок геометрии, и ты сама знаешь, с какого любовью я к ней отношусь. Ты, ну тут делаешь точно. Я требую еще отлагать. Что такое? У меня пропали много читателей. Погоди, это те, которые твоего пра-пра, пра, не помню, сколько там пра, ну в общем очень давнего дедушки? Верно. Это наши семейные центры. Я потеряла их. Успокойся, все будет нормально. Ты очень внимательно, я тебя никогда не потеряла их. Я потому и пишу тебе. Ну, сейчас начнется. Может я тебе не поддавала? Прости меня. Я, конечно, дома еще посмотрю. И делала там что-то наше. Здесь выникает очередь, что адекватно. Неужели Роджер туда поместил? Просто геометрия, это единственное, что я люблю не меньше ломашки. Итак, что там с описанием? Я без головы искала, нигде не нашла. Что мама сказала? Рыгала, конечно. Но в целом я живой. Там дома я хочу по другому поводу. Что у нас на сайте нашей школы? Я уже год как-то не меня слежу. Следовательно. Поскольку лимфа так очень перетянет. Ого! Нифига себе! Я же говорила, что это с чем-то. В мужском туалете были обнаружены женские чулки. Это же просто капец! И до конца начата. Выяснилось, что вещи принадлежат Бекке Торренч. Так вот, зачем нас учителя сегодня спрашивали о каких-то колботках. Ага. Но там написано, что по словам Бекки, она забыла, что уйти в раздевалке спортзала. Ну как они оказались в мужском туалете? Без понятия. В следующий раз Бекки будет осторожна. Уверена, что ей сейчас не очень приятно понимать, что ее обсуждают вся школа. Как в таком стиле. Это будет ей уроком. Нечего раздавать себя направо и налево. Ого! А за сколько? Это жизнь, дорогая моя. Ну ты и злодейка. Что? Почему? Хочула заболеть, но я не предупредила. Мы бы вместе поболели. Нет, Челси, я реально болею. Ночью забыла окно закрыть, фото простудилась. Ох, так одинок отсталет в Бронжи. Ты мне рассказывай хочешь, что там в школе происходит? Интересно же. Конечно. Все равно мы больше ничего делаем. Например, какие-то пацаны взорвали унитаз из сады. Ох, ну и шум, наверное, было. Не то слово. А еще мелкие парафлажки прямо у меня перед глазами разбили какой-то горшок. Походу, управление потеряли. А, я там и главный такой. В квартовом здании какой-то пацан с лестницы грохнул. Мы просто не стали без тревога. Да ну! Он живой хоть? Да вроде да, но переломов там не перечитаю. Что же случилось? Говорят, человек, который забрал лестницу, специально наглазил ее, чтоб пацан упал бы. Лестницу не встала. Так что сломаться не должна была. То есть это кто-то сделал умышленно? Похоже на пол. Ох, жалко его. Согласен. Но самое главное не было, что лестницу бежала Белки. Он рассказал, что случайно встретилась в коридоре по простейской ночи. Эта новость уже всю школу. Вот это новенькая жжет. По мужским туалетам бегает, лестницу роняет. Безвинных парней в больницу отправляет. Вот это я понимаю. Эффектное появление. Не говори. Челси, Челси, ответь. Челси, отзабись же ты. Челси, чёрт тебя поди. Ответь уже. Да что? С самого утра молчишь как рыба. Мне же скучно. Или нет? Всё нормально? Ты какая-то напряжённая. Я нашла часы. Да ладно. И где они были? Ты не поверишь. В Бекке. То есть это она их украла? Да мне вообще плевать на это. Меня просто бесит, что она вернулась с таким видом, будто ничего не произошло. В каком это смысле? Примолк. Она просто подошла и сказала. Привет. Это же твои часы, верно? Она всё это время держала их у себя. Я тебя решила вернуть просто потому, что она так захотела. Мне эти часы капец как дорогие. Я ей на месте всё высказала при всём классике. Я её чуть не прибила прямо там. Ну ты жёсткая. А она что на это? Помимо того, что она любит играть, она ещё, видимо, и лжёт как не любит. Уверяла меня в том, что понятия не имеет, как они отказались в её профиле. Ну если она не знала, что это твои, как же она тебе их вернула? Там на задней стороне написано моё под... Это же в конце концов семейная религия. Но я уверена, что она врёт. Иначе хочется никак не в ней попасть. Знаешь, ты была права. Она действительно стерва. Ты уже в школе? К сожалению. Да ладно, ты. Дома спустя не будешь. И то верно. А теперь скажи мне, почему всё самое интересное происходит именно в моё отсутствие? Прошло всего два урока, а я уже размякла, как медуза. Какого законного областа? Спорим? Если я завтра в школу не буду, обязательно что-нибудь участвую. Вот и проверим. Чтоб я втохла. Что? Ты не поверишь. Я только на несколько минут в туалет вышла. Возвращаюсь в класс. А тут такое. Что? Что? А сама прийти посмотреть не можешь? У меня же сейчас физкультура. Мне надо успеть переодеться. В общем, это касается Бекки. Опять? Что ещё тут тренинг? У неё вся парта исписана чёрным маркером. Ты нам здесь не нужна. Нам было лучше без тебя. И ещё куча подобного. Тут даже ей кто-то смерти пожелал. Обалдеть. Слава Богу, Роджи отсел от неё. Я бы очень не хотела, чтобы эти записи относились и к нему. Хотя на самом деле тут исписана только та часть парта, за которой она сидит. А сама она тут? Да, сидит пусть и в голову. Даже учебники не достала. Её тут обзывают, кидают всякие оскорбления. А она даже головы не поднимает. Блин, мне её жалко. Да, она, конечно, та ещё официант, но даже она не заслуживает. Хотя, тут с какой стороны посмотреть. Слушай, Доминика, у тебя нет чёрного маркера? Эй, Челси. Бекки, чего тебе надо? Прости, я тут не для того, чтобы ссориться. Я хочу извиниться. Я поступила очень глупо, не вернув тебе часы сразу же после того, как забрала их у тебя. Я сожалею. Ладно, проехали. Просто объясни, чем он тебе понадобится. Я собираюсь стать ювелиром. И когда увидела твои часы, чуть оборот не упала. Это же такая реликвия. Я прекрасно понимаю, что ты мне их не отдашь. Но я так сильно хотела их изучить. В общем, не выдержала и украла их у тебя. Честно говоря, я надеялась, что смогу вернуть их тебе до того, как ты заметишь их пропажу. Но немного просчиталась. Когда ты чем наберял мне в том, чтобы понять мне вещь, как мне тебя задать. Я не думала, что ты так остро отреагируешь. Я думала, что так смогу немного тебя успокоить. Но, похоже, сделала только хуже. Прости меня. Да ладно, забудем об этом. Всякое дело. Спасибо тебе. Кстати говоря, не могла бы ты прийти ко мне домой с часами. Я не успела изучить их до конца. Так что, надеюсь, ты позволишь меня заполнить их за сады и сейчас. Да. Но ты раньше попросил. Ладно. Я думала, что много тут. Я делаю безвлежность. И больно. Хорошо. Итак, я убери. Можешь открывать так. Дома никого не помню. Почему ты в саду не будешь? Прости, никак не могу. Я в своей комнате на втором этаже. Третья комната по правой стороне. Чем же ты так сильно занята? Только что из ванной вышла. Мне нужно одеться. Ладненько. Сейчас тогда зайду. Ок, я как раз успею что-нибудь закинуть. Я зашла, поднимаясь на второй этаж. Ты знаешь, где меня найти. Я могу выйти? Эй, у тебя как-то тихо. Входи. Да-да, я знаю, о чем ты думаешь. Как же я докатилась до такого, да? Ответ просто моя дорогая Челси. Я влюбилась. Доминика? Что ты с ней сделала? Что ты с ней сделала? Что ты с ней сделала? Я ничего не делала. Если человек решается на самоубийство, я тут ни при чем. Ты соврала мне. Ты прикидывалась Бекке в переписке. Зачем? Я просто хотела, чтобы ты попрощалась с ней напоследок. Это что, так плохо? Все равно ее телефон ей больше не пригодится, верно? Это ведь из-за тебя она пошла на это. Боже. Ох, наконец-то ты догадалась. Я уж думала, что придется тебе эту правду и голову гвоздями вбивать. Да, это я помогла ее побориться на всю школу. Это я украла из раздевалки ее чулки и подкинула в мужской туалет. Я собрала тебя болезни. А затем проникла в школу и, когда Бекке держала лестницу, толкнула ее со спины. Она после нее удержалась и упала, повалив лестницу за собой. А что ты? Да, я украла их у тебя. Это было проще вареные лепы. Ты вообще за своими вещами не следишь. А затем подкинула в сумку Бекке. Я накачала на нее по всем классам. И это была последняя тапля. Ведь именно после этого народ стал писать исключения на ее партии. Ты этого не видела? Но они еще и в туалетах тоже самое написали. Не может быть. Они не могли прикинуть такое. Стоит человеку что-то дать, и он уже этого не отпустит. Я просто первая написала на партии Бекке островления, а за мной потянулись другие. И кстати говоря, я желала ей смерти. Почему же? Я просто избавилась от помехи. Перестань рыдать, это раздражает. Зачем ты сделала с нее это? Ах, ты про то, что я немного порисовала? Я ведь не соврала тебе, что она обнаженная. Полюбуйся на нее. Разве не прекрасно то пламенное сердце, высеченное острым ножом у нее на груди? Разве не прекрасно та красивая улыбочка, нарисованная на ее животе? Разве не прекрасны ее пустые черные глазницы? Приглядись, видишь ее волосы? Одна отрезанная половина придатана на ее шее, а другая неотрезанная часть украшена ее прекрасными голубыми глазами. А видишь тот пальчик у нее во рту? Это ее собственный мизинчик. Да ладно тебе! После повешения она выглядела такой скучной. Вот я и решила ее немного украсить. Сумасшедшая! Я иду в полицию. А ты попробуй. Что? Подергай ручку двери. Не открывается, да? Я слышу, с каким усердием ты пытаешься ее открыть. С каким усердием ты давишь на ручку. Что тебе надо, чтобы все тебе сделали? Видишь ли, я устранила всего лишь одну помеху на моем пути. Но есть еще одна. Я очень долго думала над этим и пришла к выводу, что я очень долго была слепа. Ведь тот человек, который так сильно мешал мне, всегда был рядом. Это ты, Челси. Я ломала голову ночами и спрашивала себя. Почему же Челси так не хочет моего счастья? Что ее движет к этому? Наконец я поняла. Ответ был у меня прямо перед носом. Ведь на самом деле ты тоже была влюблена в Роджера. Не так ли? Именно поэтому ты так стремилась отогнать меня от него. Просто чтобы самой насладиться своим счастьем. Да ты совсем с катушек съехала. А вот сейчас обидно было. Так зачем же я тебя закрыла, спросишь ты? Я просто хочу закончить начатое. Я хочу исправить твои ошибки. Где? Где ты дрянь? Обернись. Что ж, на этом все. С вами были... Энни Хассел. Мадам Брошкина. Всем пока. Пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok